Музыкальный центр Какими делами занимаешься? Включишь любимый CD-диск. Можно и радио включить. На даче есть небольшая колоночка, но её не хватает по мощности. Посмотрим. Вообще интересно сравнить вот эту вещь и с аудиосистемой, которая дома. Качество. Понятно, что это разные вещи. Но давайте посмотрим, что из этого получится. Сейчас распакуем, посмотрим. Давайте кратко по характеристикам пробегусь. Тюнер цифровой. Полная выходная мощность звука 40 Вт. Я так понимаю, наверное, по 20 Вт на колонку. Есть USB 3.5 мм. Питание, ну, сеть, понятное дело. Цвет чёрный. Мощность фронтальных колонок 40. Диаметр динамиков 14 см. Характеристика звукоподдержки Hi-Res Audio. Честно говоря, я не знаю, что это такое вообще. Радиоприёмник есть. Поддерживаем аудиоформат MP3 Wave Flag. Ну, то есть, хорошо, что поддерживает MP3. Да, можно флешку вставить там и слушать. Да, также, кстати, есть, я так понимаю, Bluetooth. То есть, можно подсоединить, например, на телефоне включил музыку, и она будет здесь играть. Также можно подключить к телевизору, использовать колонки для просмотра фильмов, например. Ну, ладно, давайте посмотрим. Это так вкратце. Тут есть ещё полное описание, как бы там со всеми этими описаниями. Короче, тут много всего. Aux In. Чистый динамический звук. Там много бла-бла-бла. Короче, это всё понятно. Богатое звучание. Улучшенное качество звука. Элегантный компакт. Ну, всё, давайте распаковывать всё это. Бла-бла-бла. Мы оставим в стороне. Модель, значит, у нас Panasonic. Да, ну, как видите, вот тут английскими буквами SK, чёрточка, PMX90E, чёрточка K. Блэк, чёрный цвет. CD-стереосистема. Две колонки. И проигрыватель CD. Ну, там, со всеми остальными наворотами. Да, кстати, не дешёвая система такая. Ну, вот, захотелось. Загорелось, так скажем. На дачу взять. Ну, сборка, кстати, скажу ещё. Да, Малайзия. Не Китай. Тяжёлый, кстати, очень. Прочу. Прям ещё упаковка, которая сверху была, немножко грязноватая. Так приходилось маленько от себя его держать. Кстати, есть пульт. Тоже посмотрим. 9,4 килограмма весит. Ну, так вот это всё выглядит в коробке, да. Пульт. По отзывам что-то читал, что пульт неудобный. Ну, не знаю, посмотрим. В принципе, мне вообще нравится, когда пульт есть. У меня вот плохо, что пульта нету на CD сейчас проигрыватель. Да, приходится подходить, треки менять, там нажимать что-то. А здесь пульт удобно. Давайте всё вытаскивать уже. Ну, комплектация пульт, значит, сам, да, с батарейкой АА типа. Провод питания. Кстати, такой же провод, как, по-моему, на PS5 используется. Два провода аудио для колонок. Ну, я купил новый, вот это на выбор сразу. И типа это антенна для радио. Вот и инструкция. Ну, по размеру, кстати, самое оно. Больше и не надо. Да, я так считаю. Давайте снимем, посмотрим вообще, как динамики выглядят. Ну, сделано вроде неплохо. Неплохо, да. Вот, сейчас будем подключать колонки нормальным кабелем, да, и пробовать. Ну, выглядит так, не сказать, что прям, ну, много кнопок, в принципе, CD, да. Немножко выглядит, как магнитола, не знаю, для автомобиля. Ассоциация такая. Нет, ну, в принципе, неплохо. Дизайн мне нравится, да. Такие две колоночки достаточно большие. Для дачи, я думаю, для террасы, там, для помещения дачного самое. Но, аудиокабель вот такой вот взял. Два с половиной квадрата. Медный. Кстати, потом заменю еще и на своих основных, на основной системе, аудиосистеме. Сейчас попробуем сюда его поставить. Посмотрим, подключим. Провода реально мощные, да, смотрите, сечение какое. Классные провода, но это не дешевые. Да, если здесь посмотреть, что сзади, да, оптический есть вход, антенна. Вот такое вот еще аудио. ПК-ин написано, аукс-ин. Ну, то, что оптика есть, это к телевизору можно будет подключить через оптику. Ну, радио тоже нормально. ПК, вот есть какой-то еще. ПК можно подключить. Интересно. Ну, все, подключил, собрал. Давайте же включать. Так, что-то у нас. Hello, привет. Теперь можно вставить CD-диск. И уже послушать музыку. Ну, давайте посмотрим, что это из себя представляет. Я этот диск сегодня слушал на той аудиосистеме. Давайте посмотрим, как будет здесь. Готово. Включаем. Здесь какая-то настройка, видимо. Басы можно выставлять. Давайте пока так сделаем, особо сильно не будем. Громкость, интересно, сколько у нас. Ну, это да, 25 громкость еще стоит. Довольно-таки уже так ощущается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максимум четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть это у меня даже не на середину поставил. Давайте сейчас посмотрим, как будет там играть, в зале сравним. Ну, здесь не очень нравится. Но я сейчас свой вердикт скажу. Я сейчас не буду, конечно, тут лазить по приемникам. Смотреть, кстати, вот качество звука на тихой громкости, да? Если слышно все частоты, то это качественная колонка. Мое мнение. Я не знаю, конечно, я не профессионал в этом. Вот здесь тихо играет и слышно все частоты. Вот, давайте тогда посмотрим, сравним. Ну, здесь вообще классно, конечно, звучит. Я вот сейчас настроил, в принципе, под себя. И низы, и басы. Низкие и высокие частоты. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...